Вопросов. Скажите, а вот можно вашу систему слайд еще дальше? Вот где у вас параметры коллектива мы продержали? Эпсилон. Да. Вот. Вот скажите, а вы ваше все зачисления делали численным, да? А что, аналитически нельзя работать с такими системами? Аналитически, правда, мы работаем зачисленным. Работаем численным? Потому что, ну, я тоже не специалист в этом, но вроде бы для мертониан, вот, как говорится, не такой уж сложный, вот, и, может быть, ценность ведь имеет именно аналитический результат. Я так понимаю, что вы смотрели, как перепутывание себя ведет при разных начальных состояниях, да? Да, правильно, да. Вот, как-то, ну, вы можете там еще какой-то задач, вот, все-таки, ну, то есть, вообще не пробуете, да, аналитически делать? Или, может быть, из-за них нерешаемое? Для других моделей мы брали, для, когда учитывали диполь-дипольное взаимодействие, решали аналитически, то есть, там находили мы оператор эволюции, вот, для данной задачи найти оператор эволюции, то есть, тяжелее задача, когда, да. Если перейти к основному уравнению, вот, к какому-то приближении... Ну, мы решили узловым методом, то есть... То есть, вы прям поле тоже моделировали? Ну, резонатор находится с определенным числом, потом мы брали. А, ну, какая модель поля, это фокусское пространство? Да, да, фокус, да. Сейчас скажу. Ну... Чистая, да. Чистая система, да. Второй, значит, первый вопрос, понятно, аналитически не решается, но, возможно, какие-то приближения. Так, второй вопрос, а вообще, вот, степень перепутывания, я опять наивный вопрос задаю, вот, вы ее вычисляли, она где важна, то есть, где... Почему важно так вычислить, и что хорошо, когда есть перепутывание или нет перепутывания? Ну, вообще, перепутывание, то есть, вот, свет-проводящий кубит, и там, и перепутывание для него считается, и, то есть, предполагается то, что это один из главных элементов, энергомагических элементов в квантовом компьютере. То есть, хорошо, когда есть перепутывание? Хорошо, когда есть, да, перепутывание. То есть, представляете это интересно. Ну, если я не увидел уравнение, которое вы решали? Уравнение Шреддингера решали для волновых функций. То есть, уравнение Шреддингера для этого Гмельтняна не решается, им численно не так, не аналитически? Нет, мы брали, ну, естественно, ПСИ0, по ПСИ0 явному виду, вот там, по явному виду Гмельтняна восстанавливали ПСИАТ, и... Уравнение Шреддингера, а не уравнение, там, кто-нибудь, мастер Эквейшн, операторное кинетическое уравнение. Потому что уравнение Шреддингера для такого Гмельтняна решить нельзя, даже численно. Потому что у вас бесконечное число степеней свободы. У вашего фотона, у вас фотон там, в фокусском базисе имеет бесконечный хвостик и мастер. То есть, в базе бесконечно мерный. То есть, либо вы как-то обрезали базисы, либо... Ну, двухатомные базисы мы рассматриваем. Понятно, да? Двухатомные, да. Это я понимаю, я просто уравнение не вижу. То есть, уравнение Шреддингера... Ну, то есть, здесь в явном виде всё получается, на самом деле. То есть, вычисления... Единственное, громоздкие выражения получаются. А вычисления довольно простые. То есть, если я не интересую, я покажу только. Вот, и находятся там вот. Смотри, что на элементах. Я не стал приводить большие выражения. Подождите, давайте таки разберемся. Значит, у вас А и А-крест, это операторы рождения, да? А Р и Р- это... Повышающий, понижающий оператор. Оператор перехода с верхнего на нижний уровень. Их всего, значит, две штуки. Так, да? То есть, уравнение Шреддингера, оно... Матричный видит, с какой мерный? То есть, сколько там элементов получается? Оно бесконечное, да? Бесконечное мерное получается? Должно быть бесконечное мерное. Ну, естественно, да? Ну, и вы обрезаете его просто, да, как вы сказали? Да. Да, да. То есть, у вас само приближенное решение, даже численное. Да, но это, на самом деле, популярная задача. То есть, много статей подобных было. То есть, оператор Гамильтиньян это известен, он уже давно получен. Вот. То есть, мы взяли статей Гамильтиньян, взяли начальное состояние, то есть, интересное, как какие-то. Вот. Вот. Комментарий такой. Просто для такого Гамильтиньян здесь есть интеграл движения, сохранение числа возбуждения. Поэтому это имеется смысл делать, когда вы задаете число фотонов. Ну, даже если там патриотичный оператор встает. А все равно. Ну, и важно. Все равно. То есть, там есть интеграл, поскольку они только… Вся система развивается на такие секты, которые только между собой перепутываются. Они берут, там, n-рап-двинулю, n-рап-двинулю. Внутри этого секта… Хоть даже не вопрос, а такой комментарий. Хорошо, что выяснили все-таки, что мы решаем. Вот в квантовой теории открытых систем существует… Мы знаем способы получения квантово-кинетических или мастер-уравнений. Например, в предположении слабой связи. Завтра будет даже пленарный доклад об этом. То есть, если уравнение Шрёдингера, атом плюс поле, оно, понятно, сложное, а просто аналитически не решается. Но если мы перейдем к мастеру-уравнению, оно как раз вот для редуцированной матрицы плотности, только для атома, то, может быть, там удастся больше получить аналитических результатов. То есть, такое предложение будущей… Да, то есть, например, если у вас коэффициенты G и β, коэффициенты связи, если они… можно их считать небольшими, то можно от уравнения Шрёдингера перейти к мастеру-уравнению только для матрицы плотности. Вот там будет… Завтра об этом будет пленарный доклад Сергея Владимировича, то есть, может, вам, наверное, будет интересно. И вот тогда, и вот в рамках мастеру-уравнения, понятно, что оно проще, там уже наверняка, не наверняка, а вполне возможно, там уже можно будет что-то и аналитически вывести. У них вот эта вот бозонная мода, она не диссипативная в динамической части, нельзя по ней усоединять. Это считается, что есть резонатор… Если они, вон, РОА вычитают и берут след по полю, почему? Можно же сразу… Если там неважно, если G и B это маленькие величины, если можно их считать, ну, хотя бы, там, как-то маленькими, то можно перейти к мастеру-уравнению, неважно, там, диссипативные… Ну, на самом деле, на эксперименте это большая величина порядка МГц. Ну, всё равно… Ну, есть другие пределы, при которых получаются кинетические уравнения, но, в общем, такие методы есть, что если хоть что-то сработает, ну, хотя бы там с натяжкой, то уже… Ну, на самом деле, на статьях я ничего не видел, а, допустим, что-то решили… Ну, бля, у тебя мастер-машин, по-другому модели, я нигде не видел, чтобы решали. Ну, бля, смотрите, мне кажется, квантовые мастеры уравнения это вам могут представлять интерес, чтобы хотя бы что-то, пусть не получить аналитически…